лучшие в стране на телерадио канале страна программа лучшая в стране александра хайрулина я очень рада что у нас сегодня наконец-то в гостях никита пресняков никит привет мы правда тебе очень рады видеть потому что но личность и многогранная интересная и самое главное понятно что то чем ты удивляешь и в последнее время в том числе это только начало судя по всему от тебя можно ждать а еще много мы вправе на это рассчитывать и уверена что это в общем то так и случится наверное начнем конечно с твоей музыкальной истории той самой части которая в твоей жизни занимает большое место да и где-то мне попалась даже в интервью готовить программе я прочитал ты говоришь то надо было мне раньше заняться музыкой я каждый день об этом немножко сожалеешь что ну как то вот все равно был такой период что я не знал чем заниматься и все то что мне нравилось я пытался осваивать то есть мне с детства там нравилось монтировать я осваивал монтаж там чуть ли не с восьми лет по моему у тебя да такая страсть но тогда еще было плохое как бы интернет особо даже не было когда мне было 8 лет и ну что то дома приходилось самому допирать каких-то там штук там технологии мы экспериментировали с друзьями подачи ну в общем весело было зато все то что мы наэкспериментировали потом пригодилась и в киноакадемии потому что там рождались какие-то прикольные идеи которые я потом усовершенствовал и как бы получался что-то новое зато но все ожидали конечно что ты будешь обязательно режиссером потому что нью-йоркская киноакадемия и конечно там как-то и папа тоже говорят что вот никита у нас будет режиссером и это желание по он тоже был именно таким да но все-таки музыка потом взяла вверх и окончательно без поворота музыка это было все-таки мечта и амбиция с детства именно не просто музыка именно вот любимая музыка которую я люблю это рок это только больше альтернативный рок то есть как бы это тяжелая музыка но при этом мне нравится и мелодичность и вообще любитель джаза и любовь к музыке появилась джаза джаза рок давно я долго слушал олдскульный рэп но потом мое сердце завоевало меня контраст рэпа и тяжелого урока как лимбийский как на ген парк вот то что вот они вот внесли в эту волну и здесь все здесь я как бы вот у меня с этого поменялся весь и образ жизни и мировоззрение то есть я начал уже вот как бы голова уже обустроилась именно так вот этой музыкой но однако твоя команда она когда образовалась четыре года назад multiverse уже четыре года как мы играем это не так уж и много много чтобы прям это не так уж и много но мы долгое время определиться с мы мы долгое время пытались именно притереться и экспериментировали с материалом и вот сейчас мы доделываем альбом да точнее мы уже доделали те кто нас слушают они уже каждый день пишут типа ребята как можно так долго делать альбом он будет называться beyond за гранью точно такой все как немножко космическая тематикой там мультивеселенная за гранью познавать пост космос прекрасно вселенная хокинга жалко человека команда уже сплоченная такая да команда да мы сплотились но конечно мы ждем когда появятся уже большие туры чтобы сплотиться еще больше потому что именно после туров появляется командный дух пока немножко мы каждый начал заниматься своими делами потому что например все закончили там свои партии и осталась там запись вокала сведения то есть здесь работаю основном там я и гитарист он сводит и пока все сидят как ждуны вот так вот и ждут когда же будет альбом ну все будет да конечно а однако же но если кто-то и не знал а концерты случались у группы да и причем естественно не только на московских площадках это был и питер и другие города даже где-то за рубежом были выступления и фестивальчики это в общем да уже ваше выступление является удивлением воспринимают отлично поклонники есть мы даже любим и контрастно бывает когда мы войдем в раж то есть бывает мы всегда мы выходим и часто встречают могут вот так встречает кто это за перцы а потом мы смотрим что там под конец первой песни уже как бы раскачиваются уже все нормально и потом мы со всеми начинаем уже дружить кайфовать и действительно прямо от обмен энергии происходит какой-то на сцене это вот это вот восхитительно вот этот весь кайф когда ты выстреливаешь все все что у тебя накопилось как бы ребятам да и видишь отдачу что это все возвращается и да и начинается пинг-понг просто кто-то в теннис играет все-таки в молдоверс это англоязычная история да даже наверное леска в большинстве своем а конкретно англоязычные причины хотя где-то ты на концертах исполнял да какие-то были такие наверное эксперименты как ты говорил вы делали кайферы но у нас да у нас например у нас два эксперимента русскоязычного это очень старую нашу композицию мы сделали на русском чтобы попробовать и отдать на каналы вот потому что до категорически не брали на английском языке и удалось посотрудничать с мультиком рок-дог по моему не закачали да вот он как раз русскоязычный вот до саундтрек да был как раз от твоей команды на русском языке вы я присылал на не сделали переделали ну может быть да никит ну в общем все-таки на английском языке ты выбрал для себя такой путь принципиально себе комфортно а пишешь слова ты есть 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 рассказывай конечно во первых ну мы пробовали до на русском языке это звучит иначе то есть нужно подбирать слова так чтобы они все равно звучали немного как бы вроде англоязычный то есть даже когда мы писали на русском вначале собирали форму на английском потом подбирали русские слова так чтобы они фонетически звучали примерно как на английском чтобы красивые были словосочетания то есть фонетика потому что нас как бы да понятно что всегда как бы культура построена на поэтах великих, и поэтому всегда в музыке, даже не в музыке, а в песнях всегда больше приоритет стоял в текстах, в России. Да, стихи, то есть многие даже не так слушались в музыку, сколько вот именно в стихи и смысл. У меня же всегда было по-другому. Я всегда воспринимал музыку именно целостно. И в первую очередь, конечно, мне даже нравилась инструментальная часть, то есть я мог хоть на любом языке слушать, на индийском, допускай. Если это классная аранжировка и клёво сделана вот эта атмосфера, то я ловился от лукаем. Я понял, что здесь любым языком можно доносить свою идею, во-первых. И так, про фанатику я сказал. А вторая, очень важная, кстати, позиция и пример — это, например, Финляндия, которая запела и начала писать свою тяжёлую металл-музыку на английском языке и выдвинула свой рынок на мировой уровень. Потому что они взяли, им тоже, наверное, так говорили, вот зачем вы выходите на финском. Конечно, я думала сто раз. Многие команды стали мировыми командами, потому что они забили на всё. В общем, задачу ты себе поставил максимум, что называется. Ну да, почему нет? Ну уж, да, понятно. Вот что, друзья, делает и школа с английским уклоном, и обучение в Нью-Йорке. Человек уже волей-неволей, но он слышит на двух языках. Надо вот это самое главное — смотреть мультики на английском. Хорошо, мы вернёмся, кстати, в том числе и к мультикам в твоей жизни. Но сначала предлагают, да, сделать нам, наверное, на 33 секундочки такой паузу. Это трейлер. Расскажи, пожалуйста, что это будет за работа. Почему мы пока смотрим только 33 секунды и слушаем? Ну да, просто пока нет смысла презентовать целиком клип, потому что мы хотим его презентовать вместе с альбомом. Альбом, да, мы всё записали его, он сейчас мастерица, мастерица. Можно сказать, то есть прямо на считанные дни могут, да, оказаться, да? Там уже прямо вот так вот делают, наверное. Финальные штришочки. Да, и он у нас будет очень контрастный. То есть там будет много и такого, ближе к альтернативному металлу, где можно как бы, если это, допустим, представим концерт, то там можно и слэмиться, и прыгать, то есть вся вот эта овердрайвная движуха. И на контрасте будут красивые баллады, там, почти акустические. И ну да, то есть он будет вот такой, как американская горка небольшая. В этом была концепция, да. Ну давайте послушаем, посмотрим, потом продолжим разговор. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну пока вот так. Очень круто, но всего лишь 33 секунды, но Никита пообещал, что, конечно, дальше будет все полно в абсолютно формате. Будет альбом и будут клипы. Что касается, кстати, работ твоих, что касается съемок, да. В принципе, твои клипы, их немного, да, кстати? О Малцеверс всего лишь там. Не много, но вот официальных буквально вот только этот будет, а то, что там ранний, мы даже в альбом, на самом деле, не будем вставлять эту композицию, One Shot он назывался, потому что мы с тех пор намного речи меняли направление и экспериментировали, и поняли, что тот эксперимент, он такой был. Ну попробовали хорошо, зато знаем, что туда не нужно возвращаться, да. Я хотела поговорить про клип конкретно вот о чем. Съемки происходят в основном где-то в студии, да, очень красиво, круто, все-все-все-все как положено. Статус вот этот вот, да. Ну не только, и еще парочку клипов, которые мы посмотрим, они, в общем, тоже в этом духе сняты, да. То есть это принципиально твои пока позиции, твои желания, ну где-то выезды, не знаю, на горах, еще что-то, какой-то сюжет. Возможен на другие треки? Ну, на другие треки, например, то, что у нас здесь будет стоять, это каверана известная. То есть у нас, ну, была идея взять какую-нибудь прикольную американскую пабсовую песню и сделать из нее такой альтернативный метальчик. И там мы со съемкой особо не заморачивались, это там моя камера, мы просто в репетационную базу пошли, там мой приятель поставил, свет, мы поставили камеру на штатив и, в принципе, сами сняли, то есть там он меня помог снять, а всех остальных я снял и сам смонтировал, и пожалуйста. Ну, то есть это так, типа, на скорую руку ролики. Ну, они очень хорошие. Ты где-то сказал тоже в своем интервью, что, ну, естественно, тебе задают вопрос, ну как же так? Как ты режиссер, ты там клипмейкер, ты же можешь себе такую историю снять, офигенную, даже там вот фантастическую, учитывая там твою любовь, страсть к фантастике, к матрице. Я могу кому-то другому снять, но это очень просто большой процесс. Разные вещи, конечно, да. Либо ты занимаешься и сфокусирован на одном, если ты начинаешь себя пытаться разорвать на две части, то есть быть и в кадре, заниматься группой музыки, и при этом в этот же момент контролировать съемки клипа, то здесь вполне вероятно, что это будет сильно неудачно. В общем, да, это называется, ты перфекционист. Все должно быть очень круто на высшем уровне. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго и продолжим общаться с Никитой. Оставайтесь с нами. Продолжается программа, друзья, Никита Пресняков у нас сегодня в гостях. Мы говорим про музыкальный коллектив артиста Малт Верс, про то, что очень скоро выйдет, наконец-то, наконец-то, как, думаю, из поклонники дебютный альбом. У нас даже мемы уже есть насчет, как долго мы его выпускаем. Ну, четыре года — это еще не рекорд. Сейчас некоторые артисты вообще не выпускают альбомы, да, ты знаешь, что вот как они выпускают, выпускают хит за хитом, и все, а потом, может быть, задумаются выпустить, объединить. Но у нас оправданы эти четыре года. Оправданы, потому что поиски, потому что... Мы все-таки, да, все своими силами делаем, там, ну, с гитаристом, да, сводим, там, пишем материалы сами, и мы настолько сфокусированы именно сделать максимальное качество. То есть вот пока мы не поймем, что композиция... Причем качество на мировом уровне задача. Ну, это цель наша, это наша амбиция. То есть сделать так, чтобы это было не хуже, как делают, там, группы в Европе, как делают... В США. В США, там, в Англии, в Канаде. Такая амбиция есть. Пообещал нам уже Никита, что он придет со своей командой, да, пусть с акустической программой, но обязательно здесь выступим, друзья, так что следите за нашими анонсами. У тебя в команде есть такие инструменты, как электрическая виолончель. У нас только электроскрипка сейчас осталась. И он, когда записывает, он себя дублирует, в разной партии пишет, и в итоге он один может воссоздать целый оркестр. Ну, для тебя это тоже вот принципиальная такая история была, да, я знаю, что ты считаешь, что именно этот инструмент, он добавляет какую-то прозра... Саундтрековость, да, какой-то... Ну, изначально, да, мне просто... Мне всегда нравилось именно вот, как пишут саундтреки, именно вот блокбастерам, к большим каким-то вот картинам, когда прямо там оркестровая вот эта вот вся аранжировка. Вот, и я очень хотел добавлять немножко вот это звучание в материал, и вот, да, а потом оказалось, что, во-первых, парень сам по себе именно на концертах притягивает очень много внимания, потому что он с этой скрипкой там чуть ли не... он рвет, во-первых, все эти самые волокна, они у него вот так вот все болтаются, он начинает... Зрелищно, да. ...носиться по всей сцене, он прямо его не остановит, он вражка обходит, и все смотрят в основном только на скрипача, и потом пишут, типа, какой скрипач, вот так скрипач. Скажи, есть уже у поклонников какая-то любимая песня твоей команды? Ну, мы пока отслеживаем именно... Как раз комментарии собираете? Отклика, комментарии, это именно в нашей группе ВКонтакте, Multiverse, и пока это My Light, она прямо, ну, когда... Она вышла в 15-м году, но в альбоме она будет с новой гитарой, ну, в смысле, она такая же будет, но будет более свежей по звуку, вот, мы это все прочитали. И сейчас вышла такая у нас, ну, атмосферная полу... Я бы даже не сказал, что баллада, просто атмосферная, сантречная как раз композиция, называется Unforgiven, но вот она, когда вышла, многим тоже запала в душу. Никит, я с удивлением для себя обнаружила, что ты, по сути, музыкант-самоучка. Ну, я везде от всех хватал, то есть у меня музыкальные друзья, всегда были... Семья, да, все понятно, но ты рассказывал, ну, потому что музыка другая, да, понятно. Ну, ты где-то рассказывал про то, что интернет тебе помог, не знаю, осваивать ту же самую гитару, что ты смотрел уроки, да, фортепиано, точно так же осваивал. У меня была один раз цель выучить Queen Bohemian Rhapsody от начала до конца на клавишах, вот, и я нашел где-то в YouTube туториал, ну, тренировку как-то делать, там где-то видео на пять частей разбито, и где-то полгода я, в общем, задрачивал это, пока не получилось. Ну, в итоге все, как бы, песня в копилку, то есть я вот так всегда любил, мне понравилась какая-то композиция, надо ее вот выучить прямо вот. Ну, я так понимаю, что занятий-то по вокалу тоже не было, то есть это тоже все, что ты копировал, наверное, слушал, впитывал, впитывал в себя. Были, опять же, советы от друзей, то есть мы, например, у меня есть хороший друг. Ну, советы это не занятия, знаешь, это вот, это же не распиваемся, давайте так, упражнения какие-то. У меня был, есть и будет один из лучших, топ друзей Андрей Садо, у нас даже кавер на моем канале Nick and Roll есть, такой маленький. Мы вот буквально с шестого класса начали любить ходить в караоке. Ах, вот какая школа! Он первый пошел на вокал и начал прямо, ну, там, заниматься, и когда мы встречались, он рассказывал про какие-то там истории, как это все устроено. И мы вот до сих пор друг другу показываем какие-то штуки. Делимся, да, штучки какие-то. У меня больше какие-то такие вокальные, а у него голос, тембр, типа, как мюз он поет, то есть вот такие. А у меня, я раскрыл как раз вот позиции расщепления, вот это вот, хрипы, ну, все... Ну, это все в самостоятельных поисках. Все многие думают, что вот эти хрипы, оры, это просто надо там орать, кричать. Нет, это очень сложная там техника, и... Да, можно так рикнуть, что потом вообще лишится голоса и так далее. До сих пор я это развиваю, это там связки, когда, понимаешь, как устроены, это очень, на самом деле, сложно этот звук делать. И вот, например, мой друг, он до сих пор не может понять, как этот звук расщеплять, как делать эту... Как тебе это удалось сделать? Да, вот эта вот эта вот тема. И я его учу расщеплять, он меня учит выше тянуть, там, например. Мы постоянно делимся вот этим образом. А мы сейчас послушаем твой кавер, как раз, да, группы Multiverse? Расскажи, пожалуйста, что это такое? Да, это вышел трек, он был сантреком к фильму «Отряд самоубийц», и когда я смотрел фильм, я прямо в этот трек вот влюбился сразу. Почему он не мой, подумал Никита? Ну да нет, просто вот настолько я закайфовал от этой гармонии, просто вот я очень люблю вот именно гармонию в музыке, когда она именно вот интересная, ходы интересные. И я сразу увидел, что ее клево можно сделать именно в тяжелой такой рок-версии. Программа «Лучшее в стране». Программа «Лучшее в стране», друзья, Никита Пресняков сегодня у нас в гостях. Его музыкальная команда «Малцевёр» скоро порадует, наконец-то, выходом дебютного альбома. Мы ждем, но дальше, конечно, будут концерты, выступления и так далее, и новые клипы. Кстати, появление как раз клипа, ты как раз нового хочешь совместить с выходом альбома, да, насколько я поняла? Ну, то, что трейлер мы поставили, встречу с вас в статуе. То есть появится и альбом, и сразу же клип. Да, я пока хочу найти способ как-то вложить его в альбом. Я просто видел, многие группы так выпускали альбом, то есть на iTunes выходит прямо альбом, и там, например, у нас будет 13 композиций. 12 и один бонус-трек, вот так как бы. Потому что 13 — это как-то не очень крутое число. И многие группы вкладывают в альбом потом именно клип, то есть прямо в конце, оп, приложение, и там клип. То есть ты можешь купить альбом, и сразу у тебя клип загружается тоже как бы в телефон. Никит, я хочу поговорить немножко с тобой про кино, потому что я видела твои работы, и это очень круто. Знаешь, как-то верю, вот правда. На счет ничего. Видео в фильмах, в дождественных фильмах. А, в фильме. Да, да. Ну вот, как у тебя в этом направлении развивается ли история? Интересно ли тебе по-прежнему в качестве актера выступать? Я, на самом деле, не очень люблю смотреть какие-то старые работы, потому что я считаю, что это все фуфло. Было и было. Но есть одна, точнее, две работы, которые действительно неплохо поучились, но они не вышли, потому что не закончили проект. Это один, там, Ангела, Дело Ангела было, проект, который, наверное, никогда не выйдет. А, нет, один вышел. Это казахстанский фильм «Охота за призраком». Это, на самом деле, очень забавный боевик. Он не должен быть забавным, но он забавный. От своей некой какой-то нелепости. Но, то есть, такой как Болливудный вообще получился. Ну, я не обижаю этот фильм, это все равно он прикольный. Кстати, очень смешно сделали. Нас даже не предупредили. Там я и Санжар Мадиев, но он уже, кстати, в России достаточно, по-моему, известный актер стал. Мы как раз дружились там на проекте, и нам ничего не сказали. Нас переозвучили на английский и отправили куда-то там, типа, якобы на фестиваль в Штаты. Но потом вышла версия, где нас, уже переозвученных английским языком, потом продублировали еще русским голосом, там, типа, «Зак, привет, иди сюда!» «Ты что делаешь? Нет, открой шкаф, открой шкаф, иди сюда!» «Иди сюда!» «Тебе говорят, а че, а че?» Вот это вот. И это почему-то, кстати, намного фирменнее воспринимается. То есть, ну, потому что мы уже привыкли смотреть фильмы с дубляжом. И когда ты смотришь вот в таком, именно в такой подаче, то это почему-то нам лучше воспринимается. Ты готов к предложениям режиссеров? То есть, ты, в принципе, продолжаешь? Я хожу на кастинги периодически. То есть, у меня есть агент, который вот с 16 лет мы вот как бы познакомились, периодически, но вот как бы вот сотрудничаем. И как бы вот, ну, что делает агент, да? Как бы там, когда вот это вот сотрудничество идут на процентность. Любой может человек, в принципе, себе взять агента. Это несложно. Но агенты хороши в чем-то, что они ищут предложения, ищут кастинги. То есть, там, например, я открываю почту, там есть вот столько-то кастингов. Вот. И, ну, как бы я хожу на все, но либо проект не запускается, либо там не подхожу, либо еще что-то. Но иногда, иногда звезды совпадают, и появляется какая-то работенка. Ну, и тебе интересно смотреть, поэтому ты, конечно, тоже эту страничку как-то не переворачивай. Давай немножко поговорим про твою клипмейкерскую работу, скажем так. Есть же уже клипы, они есть, да? И достаточно известные артисты. Я бы очень хотела, чтобы мы посмотрели клип Найки, группы «Пицца». Да, многие, конечно, в нашем эфире не раз это видели. Расскажу про него. Конечно, расскажи, да, обязательно. Да, это очень, на самом деле, забавно. Мы подружились с Серегой «Пицца», когда снимали еще «Париж». Я там был оператором, а Яша Плотников – режиссер. И да, мы как-то очень подружились. Классный он такой душевный человечек. И я при этом пока снимал в свободное время, ну, мы же были в Париже, а это город паркура. Вот, я этим… Твоя страсть, увлечение, да. Я обожаю паркур, да. И я в каких-то там перерывах, пока там у кого-то там перекур, там что-то там, я видел какую-то штуку, там залезал, прыгал, лазил. Ну, и все как бы с этого, ну, и угорали, и там типа, блин, Никитос, вот ты как всегда в своей манере. И потом, когда у Сереги появилась идея снять Найки, он вспомнил, он говорит, блин, было бы клево по концепции снять такой летний клип движовый, что там был типа паркур, скейтбординг. И он такой, Никитос, точно, идеальный же вариант. Вот, и мы сняли этот Найки мега весело, как-то без напряга, потому что, во-первых, мы… Принимали участие двоих друзья все? Да, мы позвали, я позвал друзей-паркурчиков, которые там по фану просто решили, ну, согласились все это сделать. И у нас не было какого-то там супероборудования, то есть там я взял свою камеру, там было пару помощников, которые, ну, именно на что я ушел в бюджет. Вот, я взял маутинборд, это доска с шипованными колесами, то есть это как скейтборд, но колеса большие, чтобы ты мог ездить там по песку, где угодно. Вот, и очень комфортно, то есть ты стоишь на этой доске, тебя кто-нибудь везет, и получаются отличные красивые кадры, а потом магия монтажа, ты можешь это все стабилизировать, украсить. Ну, клип ты планируешь и дальше снимать, поскольку есть информация, что ты собираешься открывать свой продакшн совместно с Байкерским клубом. Байкерс Браддерс, да? Да. Классные ребята, мы познакомились, ну, так совпало, что мы сыграли у них на фестивале, после этого как-то, ну, прям забратались, реально отличный клуб. И вот сейчас мой хороший друг Шадон Рамазанов, он вместе с ними вначале начал заниматься тем, чтобы открыть Студию 22, где, во-первых, это будет студия эрипционной базы премиум-класса, и ее же мы хотим развить как продакшн, чтобы и клипы тоже снимать. То есть это, возможно, когда-нибудь вообще в лейбл, да и Бог, в первой студии. Конечно, обязательно. Так что, артисты, повнимательнее, послушайте сейчас эту информацию, ну, и давай посмотрим на Найке с удовольствием. Продолжается программа, друзья, Никита Пресняков у нас сегодня в гостях. Помимо, значит, музыки, клипов, кино и театра, в жизни Никиты не так давно появилась еще история под названием блогер, шептуны. Расскажи, пожалуйста, как... Байер, все-таки, да? Нет, влог у меня есть, не Конрол, но он там такая... Очень музыкальная, конечно, там история. Нет, там именно, ну, влоговая. Да, да, да. То есть путешествия, все дела, все как-то так, я пытаюсь монтировать в смешном формате. Вот, это Никон Роу, если что, посмотрите, приколитесь. Но, знаешь, вот, всегда приятно, когда тебя что-то мотивирует. Вот влог меня, честно, пока не сильно мотивирует, потому что, ну, там отклик пока такой не очень большой. А чтобы смонтировать один влог качественно, на это уходит, там, ну, неделя, прямо вот до 7 утра бывало. Я прям сидел у компа уже, просто, ну, глаза все красные, голова вот так вот уже падает, но, типа, не, надо доделать, выложить. Вот. С вайнами все-таки быстрее, проще. И, ну, как-то здорово. Ну, и плюс, вот, мой друг Никита Сударь, его многие знают... Вы как раз вдвоем только и делаете все это. Да, его многие знают по «Все по маслу» канал на Ютьюбе. Вот, это Дима Масленникова. И, да, мы загорелись, потому что он угарный, там, я тоже люблю угорать, то есть мы такие оба слушаем тяжелое Монзловое, и, как бы, вот, ну, внутри, похоже, оба Никиты. И мы решили, что... А, ну, во-первых, я иногда делал вайны, и он делал иногда вайны для себя. Я говорю, почему бы нам не делать вместе, это же быстрее будет. Реально, мы быстрее будем придумывать идеи, плюс я могу монтировать все, у тебя есть камера, у тебя есть свет, то есть мы реально вложили вот это все в общий тандем. Все в пазл, в пазл. Да, и у нас действительно прямо, ну, идеи начали лететь из головы, то есть вот у меня сейчас в записной книжке, там уже 50 разных идей у него тоже. То есть сейчас он заболел, а я с ногой пока этот переломчик. И сейчас это все пройдет, и мы прямо начнем вот так вот. Друзья, заходите, там действительно такой амбициозный проект. Как ты, с хорошим чувством юмора. Ну, там абсурдный юмор такой. Мы, конечно, нацелены на более такую школьную, может, чуть посажем на такую молодую аудиторию, которая пока там угорает, ну, все дела там по року и все. То есть там некоторые могут и не понять, подумать, что это какой-то идиотизм, но мы специально делаем такой идиотизм, потому что это абсурд. Давай успокоим поклонников, расскажем, что с твоей ногой. Никита, кстати, на костылях сегодня прибыл к нам в студию, друзья. Да там все в порядке, под контролем. Прошло, все под контролем. Перелом, кстати, два года проходил парень с переломом. Два года, простите, ради бога, два месяца. У меня просто... Да там смешность. Ну, как смешная? Ну, сразу не выявили, в общем, перелом. Я просто в детстве много раз еще ломал, а потом уже знаю, что такое. Я когда сломал, такой, о, приехали. Расскажи нам еще, пожалуйста, в двух словах про... Как твоя супрюшечка жизнь? Как Аленушка? Все прекрасно? Все замечательно? Вообще офигенский. Хорошо, ну, а ты, как ты сказал в одном интервью, что уже готов и ждешь, и хочешь дочку. Да, но здесь все-таки пока мы решили, что нужно немножко встать на ноги, потому что сейчас вот я в монтаже пытаюсь подняться, а потом то, что я говорил, вот это продакшн-компанию, мы с другом открываем клипы снимать, плюс группа. И мы каждый день думаем, строим планы. Мы там строили планы, думали и в Лос-Анджелес, может быть, как-то пытаться передвигать, потому что там, во-первых, была такая девушка, Светлана, ну, неважно, она работала в менеджменте нашей группы, вот, помогала нам с группы, вот, но она переехала в Штаты и говорит, что там уже нашла какие-то зацепки, как там можно этим всем заниматься, и, как бы, в принципе, говорит, приезжайте, здесь можно что-то попробовать делать, хотя бы там, говорит, подкинь работу какую-то, там, быть каким-нибудь администратором пока чего-нибудь на время. Ну, то есть, как бы, если мы туда поедем, там какой-то движ будет, но у меня пока страх, что там, возможно, не получится устроить какой-то движ с группой пока, и тогда история с группой может начать погибать, и здесь, в общем, столько вот этих всех путей, что пока тяжело все это продумать и просчитать, вот. Но я думаю, что в ближайшие несколько лет, там, может быть, через два года уже, ну, как бы, задумимся на этом, на плане детишки. Я в старости хочу быть татуированным дедом. Ты все делаешь для этого, это твои слова. И буквально недавно очередная запись, да, в инсте и фото. Часы появились у тебя, да, одно из последних работает? Ну, как бы, это не самое последнее. Последнее были вот эти узорчики, здесь будет потом поседон. Друзья, ну, у нас, к сожалению, не осталось времени, но когда Никита к нам вместе с командой Молтеверс придется с концертом, мы, конечно, попросим подробнее рассказать, что означают все вот эти вот, на что вкладывает он статуировки в свои. Да это не ситуация, это лично. Конечно. Обязательно другие темы. Никита, спасибо тебе большое. Правда, ощущение, что очень мало времени у нас было и не хватает. Это классное ощущение, значит, надо встречаться чаще. Я хочу тебе искренне пожелать успехов. Спасибо. Потому что и в музыке, мне кажется, такое классное у тебя и направление, и путь большой тебя ждет. Это точно, я тебе от души желаю. От всей команды. Пару слов, давай, что мы сейчас посмотрим. Это тоже кавер. Это кавер, следующий кавер. Мы просто, да, решили периодически делать каверы. Мы взяли пример, как бы, не скрывая, с группы Our Last Night, которая держит свой YouTube-канал на YouTube. YouTube-канал на YouTube. Нормально. И, в принципе, за то, что они делают иногда кавера на попсовую песню в своем жанре, они раскрутили свой канал и могут без лейбла спокойно турить по миру, собирать залы. Ну, как бы, отличные вообще промо, я считаю. И мы думали, почему тоже не попробовать? Ну, есть возможности. Вроде, как бы, пацаны в группе креативные, все можем. Давай делать. Ну что, смотрим, слушаем. Никита Пресняков. Ну, там будет уже чуть-чуть больше жести. Ничего. Там есть один момент. Спасибо тебе, Никита. До встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА